Капитального ремонта в поликлинике селения Ильхотова не было почти 40 лет. Благодаря участию в нацпроекте к работам приступили в июне прошлого года. Заменили кровлю, все инженерные коммуникации и не только. Но к качеству работ есть вопросы у местных жителей. Активисты Народного фронта отреагировали на обращение. Тему продолжит Лидия Цахилова. Вентиляционные каналы, они должны быть закрыты крышками. Крышек мы сейчас не видим. Из-за их отсутствия влага попадает внутрь здания. Ремонт в поликлинике селения Ильхотова провели капитальный. Но качество работ вызывает вопросы. Мембранная кровля не отвечает техническим характеристикам. Активисты Народного фронта осмотрели и кабинеты. Потекло, да? Нет, нет, а как можно было ремонтировать? Вопрос возникает, почему изначально его не отремонтировали? В рентген кабинет уже завезли необходимое оборудование. Но само помещение не отремонтировали. Этого не предусмотрено согласно проекту. Подрядчик говорит, что он в принципе может его сделать. Но для этого нужно оборудование дорогостоящее демонтировать. Потом после ремонта смонтировать обратно. И примерная стоимость, по их словам, около 2,5 миллиона. Люди вынуждены ездить в Ордон, в город, чтобы сделать эти же снимки. Без ремонта остались и переходы из поликлиники в больницу. Работы начались в июне прошлого года. Сейчас они завершены. В здании заменили все инженерные коммуникации, в том числе и систему вентиляции. Но выходов к вытяжкам в коридорах и кабинетах нет. Так, в стоматологическом, где тоже новое оборудование, появилась плесень. Качество работ вызывает вопросы и у местных жителей. Очень много недоделок и в побелке, и в укладке плитки, которые в кабинетах тоже. Я позавчера еще приезжал, я говорю, вы мне скажите, это новая плитка? Ну, плита, я говорю, новая, но она просто плохо уложена. Вот кабинет, допустим, глазного врача. Я вот тоже уже считаю себя человеком, который уже пожил. И проблема с опорно-двигательной системой. Значит, в одном кабинете меня смотрят, потом врач должен меня сопровождать и перейти, и посмотреть дальше там. Мне кажется, что этот ремонт должен был связан так, чтобы людям было удобно, когда они придут на прием к врачу, чтобы создать максимум условий. Перечень работ, качество которых оставляет желать лучшего, составлен. Все замечания активисты Народного фронта в ближайшее время направят в Минздрав и Управление капитального строительства. Пока поликлиника не запущена, не введена, она по проекту должна уже работать. Пока она не функционирует, и мы сейчас будем обращаться и заказчику, и подрядчику, чтобы в ближайшее время эти недочеты были устранены. Потому что это социальный объект, он должен радовать глаз. К сожалению, в настоящий момент мы этого не видим. Капитального ремонта в поликлинике не было около 40 лет. Работы проводили благодаря нацпроекту. Выделили 73 миллиона рублей. В ближайшее время в здании полностью обновят мебель, а еще дооснастят медоборудование. В смену поликлиника будет принимать 300 пациентов. Лидия Цехилова, Заур Кудзаев, Новости Осетии. Субтитры создавал DimaTorzok